Скорость люблю, очень люблю. Классно. Ветер в лицо, шум дороги, шум мотоцикла. Он урчит на своем мотоциклетном языке. Нажать на газ и посоревноваться с ветром кто быстрее. Это то, что 22-летняя байкерша Виктория Сепчук из Киева любит больше всего. Свой мотоцикл желто-черной раскраски нежно называет шмелек и говорит, что может разогнаться на нем до 140 километров в час. Может, но никогда этого не делала. Виктория – волонтер-спасатель украинской общественной организации «Мотохелп». Уже 12 лет, как активисты движения, выезжает на места дорожно-транспортных происшествий, чтобы спасти жизнь пострадавшим. Первый выезд ей запомнился на всю жизнь. Тогда мальчика под машиной протянуло несколько метров, и я приехала на вызов. Мы поехали сразу в больницу. Я – стажер, который впервые вживую видит ДТП. Это было трудно. А потом мы поехали на еще одну ДТП, где фура снесла мотоциклы. И, честно говоря, в тот момент я задумалась, готова ли я вообще к таким испытаниям. Сейчас Виктория не только выезжает на вызов. Она одна из шести операторов организации. Это означает, что девушка должна быть на связи 24 часа в сутки. Информацию о ДТП получает из телеграм-канала «Мотохелпчат», к которому может присоединиться каждый украинец. Она первой реагирует на вызовы, общается с потерпевшими или свидетелями аварии, разыскивает родственников, принимает решение, ехать волонтеру на место ДТП или нет. Счет идет на минуты. Наверное, самое трудное в этой истории операторства – звонить родственникам и говорить, что ваш муж, сын, брат, дочь попали в ДТП. И он в больнице, и нужно, чтобы вы приехали. Слезы. Недавно «Мотохелп» подписал договор о сотрудничестве с Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева. Теперь байкеры выходят на вызов вместе с медбригадами. Когда в городе пробки, добраться до места ДТП на байках можно намного быстрее. Эти секунды и спасают жизни. Как это работает, убедилась Дойче Вэля. В свое послерабочее время на смену вышли байкеры Дмитрий и Артем. Мы успели только представиться. Сразу сообщение от Виктории. На проспекте Победы сбили пешехода. Спасатели выезжают немедленно. В данном случае к нам поступил вызов, что был сбит пешеход. Мы приехали на место, но скорая приехала раньше. Сейчас мы возвращаемся на станцию и дежурим дальше. Впрочем, до станции волонтеры не доехали. Следующее сообщение – ДТП возле станции метро Почерск. Ехать приходится через весь город. В условиях карантина дороги пустые, поэтому скорая уже на месте. Здесь автомобиль сбил мотоциклиста, доставщика еды. Байкер Артем рассказывает, кроме домедицинской помощи, участники ДТП нуждаются также в правовой поддержке и консультации. Ведь после аварии они находятся в состоянии шока, забывают элементарные правила. В этом случае мы собираем информацию о месте ДТП. Данные людей, которые попали в ДТП, пострадавшим предоставляем отчет с описаниями ДТП. Это может помочь в суде. Группа мотоциклистов-энтузиастов, которые превратились в настоящих спасателей, объединил 12 лет назад байкер Дмитрий Буренин. Его вдохновил опыт США, европейских стран и Израиля. Там такое волонтерское движение существует уже много лет. Идея была. Было просто интересно, как помочь человеку. Я проезжал мимо ДТП, остановился. Надо же помочь. Там мотоциклист был. А что делать, я не знаю. И оно так одно за другим зацепилось. Начал набирать информацию. Потом стала команда собираться. Появился протокол. Впрочем, медики не всегда с пониманием относятся к такой помощи. На подстанции мне тоже сподобалась реакция. На подстанции не слишком понравилась реакция. Некоторые смотрели вроде «Зачем вам это надо?» А некоторые «О, круто! Ну давай попробуем». Я вижу, что пока реакция бригад ЭМП положительная. И надеемся, что так и дальше будет. Мотохелперы также занимаются экстренной доставкой компонентов крови. В центрах крови говорят, что сейчас такая помощь необходима как никогда. Ведь в условиях карантина и чрезвычайного положения запасы крови в больницах уменьшились. А значит, следует готовиться к случаям, когда кровь нужно будет доставлять срочно от донора к пациенту. Мне нравится. Наверное, это маленькое счастье, что ты можешь помочь людям. Что ты можешь быть им полезным. Что можешь спасти человека и оказать поддержку, которая ему нужна сейчас. Это классно. За прошлый год байкеры более 600 раз выезжали на место ДТП. А чтобы доставить кровь для пациентов, преодолели 3000 километров. Как и каждый волонтер-спасатель, Виктория хотела бы, чтобы количество ДТП на украинских дорогах уменьшилось. А мотор на ее желто-черном шмелике. Заводить приходилось только для безопасных поездок. ДТП на украинских дорогах уменьшились.